Привет! Начинаем 11 серию по багам и ошибкам. Возле теннисного корта на территории особняка плейбоя, если залезть между скамейкой и кустом и лестницей, и прыгнуть в сторону дома, то можно очень высоко подлететь. Работает раз через раз. Большие кондиционеры, которых много на крышах в районе аэропорта, можно уничтожить. А после уничтожения по лестнице все равно можно подниматься. Кто хотя бы раз проплывал через тоннель под пляжем, замечал в нем локацию с закрученной лестницей. Многие, включая меня, пытались туда попасть, но безуспешно. Один из зрителей рассказал мне о забавном способе, как можно попасть в это место. Нам нужно проплыть немного дальше и вылезти из воды на противоположной стороне. Далее вот здесь стоим в укрытие, проползаем до конца, и здесь нужно упасть. Вот так все просто оказывается. Выйти отсюда нельзя, поэтому бомба-липучка. Закрученная лестница находится четко под этим местом, но тут даже нет никакого люка. Лестница ведет в никуда, хотя снизу так не скажешь. В последнее время это очень известный баг. Мне его много кто присылал, много кто из ютуберов его уже показывал, и обычно, если я знаю, что кто-то уже что-то снимал, то я не беру это в свой ролик. Но этот баг исключение. Мне очень захотелось с ним поиграться и записать. Нам нужно приехать в аэропорт и сделать так, что персонаж упал на маркер Кайо Перико. После этого отменяем полет, и у персонажа полностью отключается рэгдолл, то есть падать как тряпка он больше не будет. Мы будем видеть только заготовленные анимации. Чувство, будто играю в Сан-Андрес. При аварии на мотоцикле мы не упадем. А если и упадем, то здоровье не снимется. Если упасть с большой высоты, не раскрывая парашют, персонаж не умрет. Чуть позже мне стало интересно, как будет вести себя персонаж, если злые боты будут выкидывать его из транспорта. То, что я увидел с этим багом, меня очень сильно удивило. Я эти анимации ни разу в игре не видел. И как по мне, это намного лучше, чем с рэгдоллом. Пишите, как вам. На стройке в центре города находится невидимая стеклянная коробка. В этом месте на карте находится одинокий дом. За домом в траве валяется старый кузов машины, а на нем матрас. И если пострелять в кузов, его будет очень сильно трясти. Это из-за того, что кузов динамический объект, а матрас нет. И если выковырять машину из-под матраса, то матрас будет парить в воздухе. Можете залезть на него и почувствовать себя Аладином на летающем ковре. Только у Аладина был красивый вытканный ковер, а у нас засаный матрас. Но это лучше, чем ничего. Если приехать сюда и заехать на скорости между вагонов, то машина будет очень сильно трясти и сминать. От сильной тряски у персонажа даже снимается здоровье. Но умереть так все равно не получится. На очень низком проценте здоровья персонаж перестает получать урон от аварии. Почти на самом верху здания Визл Плаза у окна проблемы с полигонами. Очень странный и довольно тупой баг. На дроне можно летать под водой. Дроны в игре уже довольно давно, но эту недоработку до сих пор не исправили. Хотя интересно то, что под водой дрон передвигается очень медленно, как будто это специально прорабатывали. У меня к этой системе много вопросов. Если выстрелить с атомизатора в дуло танка, оно начнет быстро раскручиваться. Так можно соорудить себе карусель. Недалеко от казино находится ярмарка. На территории ярмарки растянуты флажки, некоторые из которых привязаны к столбам. Как, наверное, уже многие догадались, столбы можно снести, а флажкам на это будет плевать. В закрытую шахту, которая находится в конце взлетной полосы в пустыне, можно попасть при помощи дрона. Это не то, что баг, но сомневаюсь, что разработчики так задумывали. Если во время дождя зайти в пентхаус, направиться к джакузи и внимательно присмотреться к воде, то будут видны капли от дождя. На набережной за городом можно пробраться в текстуру одного дома. Стены изнутри не простреливаются. Тут можно только прятаться. Недоработка у жабы. Колеса у этого транспорта не поворачивают. Но если шлифовать на месте и поворачивать, то грязь и пыль будут вести себя так, будто задние колеса повернули. В этом месте находится колбасичный стеклянный забор. А в этом месте расположены колбасичные стеклянные пирамидки. Приезжаем на лесопилку, бежим по такому маршруту и залезаем в стену. Здесь вы в полной безопасности. Простреливаются стены только изнутри. Следующий баг находится в квартале напротив площади Легиона. Наша задача попасть на эту лестницу. Можно, конечно, опрессором, но мне по приколу паркуром. Как оказались здесь, просто лезьте по лестнице и увидите, что она работает не до конца. Если включить первое лицо, пригнуться и клацать пульт от машины, рука у персонажа сломается. Забавный баг с поведением ботов. Подходим к любому человеку, потом отходим от него метров на 10 так, чтобы он был в центре экрана. Как отошли, зажимайте кнопку прицела и бот на вас сразу заагрится или испугается. Зависит уже от бота. Лестницы такого типа не имеют коллизию для транспорта. Если открыть эти ворота, они пройдут сквозь тупиковый упор. В квартале Самунация около самого дешевого офиса находится спуск под карту. Нам нужно провалиться в подземный гараж. Баг с одеждой на женском персонаже. Надеваем бронежилет и потом напяливаем футболку из раздела «Спортивный верх». Небольшой баг с подлодкой. Садимся за штурвал или как это называется у подлодок и включаем камеру в телефоне. И оказываемся в текстурах касатки. Еще одна ошибка с женским персонажем. Обратите внимание, как она вызывает лифт. Нормально. Но если надеть каблуки, то уже будет ненормально. На стройке в центре города под потолком первого этажа практически у всех объектов отсутствует коллизия. Вряд ли это баг, но хотя бы для самых больших объектов можно было бы сделать коллизию. Во время записи этого ролика я ехал тестировать баг, который мне скинул зритель. Баг у меня не сработал, но по пути я случайно наткнулся на другой баг. Пешеходный светофор возле каналов в Веспуччи расположен неправильно. В амбаре в Грейпсиде ночью какого-то хрена светится ящик. На этом с эксперимент... На этом с багами на сегодня все. Спасибо всем, кто прислал баги и всем, кто досмотрел видео. Название музыки и все ссылки находятся в описании под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok